добрый день всем калашников против фестов хотел просто короткое очень видео по опять же промежуточным результатам по нашим лизам сначала ремарочка вот то ли я плохо выразился то ли не сразу все понятно я не предлагаю что-то тут заменить я предлагаю вот такую детальку которая у нас уже есть в каждом кернику вам приходит заменить на вот такую детальку это деталька деталька вот в туне они одинаковы абсолютно по физическим параметрам но не одинаковы по своим профилям то не показывал видео там очень мятно все видно как она работает в одном положении она уходит стакан другом она выскакивает и работает как самоцентрирующий единственное что эту детальку нужно можно использовать не только с перном но и со сверху что я в общем и пропагандирует по этой детали из всех троих которые на сегодня не приехали это мой вариант это тони и вот это володин по этому варианту он с одной стороны нас вот этим буртиком страхует от того чтобы винт фиксировал четко одно или второе положение с другой стороны он не например нам только здесь нужно потому что все зависит от длины сверла вылита сверла из стакана то есть желательно вот эта регулировка движения самой конусной втулки оно должно быть и вот такая конструкция от тони она позволяет это делать у меня тут же недостаток плюс если я хочу использовать в стандартном положении мне нужно выкрутить шуруп вынуть из стакана перевернуть но тут тоже нежелательно поскольку у меня вот эта конусная часть уже будет сюда подвержена соприкасание с вот так вот будет я не знаю но как бы конус не хочется тоже портить рано или поздно две детали будут какие-то у них плохое взаимодействие значит к этой детали хотелось бы добавить что значит по стружке стружка я работал вот интенсивно последние двое суток она у нас задерживается между детали вот этой это деревянная стружка я повторюсь вот здесь вот образуется пробочка из дерева она прессуется просто но в принципе это не проблематично частично она все равно выводится я повторюсь для двойки и для два с половиной это вообще не является проблемой вот честно у меня ни разу не заклинилось все равно за все время то есть вот я довольно приличное количество я говорю в первый день около 150 на 4 это где-то 600 отверстий примерно второй день меньше было но тоже достаточно около 80 то есть там и плюс на 4 надо умножить ну вот значит она частично все равно выпадает а вот для тройки это будет критично особенно я говорю что всегда надо учитывать когда пишем отзывы что не всегда работаем с у стружечкой из дсп дсп менее проблематично она практически выводится высыпается просто как пыль что я предложил бы ну во первых этот винт кстати сказать который мне мешал его просто можно сточить и убрать стакан то есть он может быть практически заподлицо я его не до конца доточил но просто он больше выступал вот здесь вот здесь в этой втулочке от что не чтобы я сделал я бы сделал это конечно с такой мелочевкой неудобно работать на станке ну как бы меня это бы устроило если это возможно вот здесь насквозь сделать в самой втулке тоже окно для вывода стружки то есть она частично будет высыпаться через разницу диаметра между два с половиной пять да но я говорю это больше даже к тройке хотя вот видите оказалось что у тройки появились противники не все понимают зачем тройка как бы для меня вопрос не стоит зачем тройка потому что есть здесь определенные крепежи которые надо ставить через две плиты вот и мне нужен больше диаметр чем два с половиной хотя в принципе два с половиной справляется но скажем хотелось бы больше если приду к выводу опытным путем что тройка не нужно значит не нужно теперь по самой конусной втулки очень хорошо что она была исполнена из хорошего материала потому что нагрузка у него вот здесь я не знаю по какой причине до сих пор не установил но сверло при сверлении вращается вместе с головкой патрона дрели или шуруповерт следовательно вращается и конусная втулка то есть есть определенное трение не то что она устала и стоит мертвым обращаться только сверло она все вращается я до сих пор не могу понять но скорее всего это из-за уменьшила зазор уменьшенный зазор это внутренний диаметр стакана и вот это вот этот бочонок бочонок здесь 10 и 1 молоде дело еще один момент на тройке это практически не видно и возможно у константина из кунгура именно этот эффект был искривление сверла на тройке это всего навсего как оказалось это винт когда мы подтягиваем понимаете володя здесь сделал четкие диаметры там с припуском сотки в продаже сверла особенно теперь да когда производители море и все они не установленного не установленной страны вот диаметре пляшут ваши сверла будут плясать и вот на маленьких диаметрах на два с половиной на двоечке да есть определенный эффект от затягивания винта хотя она довольно плотно входит но все-таки от затягивания винта чуть-чуть кончик уходит в эту сторону противоположную винту вин винт идет сюда значит кончик идет сюда вот но я хочу сказать даже с этим эффектом он есть небольшой на глаз его практически не видно но он есть при вращении это заметно когда я думал что я уже искривил сверло кстати до сих пор я не сломал ни одного сверла лучше 600 и это было порядка 850 отверстий просверлено пока низ не сломал я сверло и даже не погнула и когда я увидел что она чуть-чуть у меня чуть-чуть ходит на на кончике да то я подумал что это уже начинается но потом я увидел когда я отпустил за то есть я разбирал смотрел в чем тут дело вот я разобрался что в общем то это всего-навсего наш винт фиксирующий и это связано с разным диаметром в продаже у вас будет то же самое то есть если даже будет втулка четко сделано вот то будет небольшое отклонение но я хочу сказать на точность засверливания это как ни странно сильно не влияет но достаточно точно детали но практически я лично не зафиксировал с движения то есть уголки и фиксаторы петель где оставил то мне и останавливались никаких с движениями не было еще по прочистке сверла прочищать его желательно либо вот в таком положении ну то есть патрон вертится да и такие вот движения поступательные но наклоненным вниз и стружка выпадает это та которая не вывелась на маленьких диаметрах два с половиной два она и так все равно будет выходить даже в момент сверления просто момент сверления но частично оставаться здесь одним движением это меньше минуты занимает можно проще сделать взять гильзу свинтить два раза стукнуть по столу рабочему она отсюда все выпадет даже я одно один раз решил посмотреть чем же закончится если не прочищать я уже повторюсь я собрал между этой деталью и конусной втулкой просто пробку и когда я увидел что это самое что вокруг вот этого диаметра уже все забито деревом а я повторюсь от сосной работал и там специфика все-таки сосна была не 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 сухая и это там живица все это вместе знаете такой массой было и я просто-напросто вынул несколько раз стукнул и пробка просто выпало то есть вот подклинивание на этих яс троечкой меньше всего работал потому что очень быстро обнаружилось еще даже на дсп что где-то на десятом на двенадцатом отверстие она не возвращается в стакан и еще не клинило но она не возвращается в стакан а у нас сегодня из твердосплавных сверл доступно только тройка два и два с половиной вообще не доступны я к чему веду не в любом случае считаю и тройку и два с половиной и двойку как бы имеют право на жизнь пусть человек сам выберет пока все идет нормально несмотря на определенные нюансы даст чуть-чуть изгибом сверла при фиксации и так далее все остальное и повторюсь эффект очень неплохой вернее очень хороший я был доволен не скрою и в общем обо всех нюансов буду дальше вас информируя спасибо большое